Привет, друзья! С вами Уку Лето, и сегодня в нашей теме не стук-бряк, и не шмяк, и не кряк, а такое слово, как стоп-тайк. Сегодня мы с вами займемся развеиванием мифов. Мифов о том, что пока вы не выучите все возможные аккорды и эритмические рисунки, вас не допустят к нормальным произведениям, а точнее к песням. Это распространенное заблуждение, ничего не бойтесь, я сегодня вам покажу один простейший прием против лома, точнее ломоты в суставах и в пальцах, и против заусенцев. Прием этот называется так, тишина, это тоже музыка. А теперь подробнее, стоп-тайм. Разбирать мы такую будем сегодня вещь, простую, как синхронность. Давайте решим, она всегда нам нужна или нет. Например, мы всегда играем и поем, играем и поем, играем и поем, играем и поем, остановились тишина. Или можно сделать по-другому. Спели, сыграли, спели, сыграли, спели, спели, выразили мысль, подчеркнули аккортику. Можно? Можно, почему нет? Кто нам с вами запретит что-то? Первый пример, который я вам покажу, это будет песня Владимира Высоцкого об обиженном времени. И здесь мы этот приемчик-то и применим. Поем, играем, поем, играем попеременно. Можно вообще просто струны гладить арпеджиадо первым пальчиком, сверху вниз. Итак, давайте вот такую часть споем. И тут на часы испуганно взглянули, счастливые, жалобную песню затянули, пусливые, рты свои огромные заткнули, болтливые, хором зазевали и заснули, ленивые. И дальше можно сменить тактику и двигаться уже. Ну, а в этом следующая история. Раз, есть. Все, что от вас требуется, это правильно, вовремя открыть нужный текст. Едем дальше. Прием второй. Акцент. Наверное, вы замечали, что в стихотворениях Винни-Пуха там нет дыхания. Хорошо живет на свете Винни-Пух, от того поет он эти песни вслух. И некуда вставить вообще, никакую паузу. Мы с вами пойдем другим путем и как раз будем вот эти паузы заполнять нужными аккордами в нужное время, в нужном месте. Знаете вы такую песенку, например, ритм там следующий. Пам-па-дам, па-дам-па-дам. Пам-па-дам, па-дам-па-дам. Очень похоже на песню Винни-Пуха, потому-то я ее и взяла. А между тем песня супер-мега-хит. И значит там нам понадобится всего лишь навсего пока три аккорда в куплете. До-мажор, соль-мажор, как вы хотите, можно такой простой, можно семерочку. И фа-мажор. То есть тоника, субдоминанта, доминанта и тоника. Вообще, ну, проще, чем частушки. Это действительно так. Что будем делать? Давайте разложим мелодию так, как она естественно идет и дышит. Получим следующее. Пам-па-дам, па-дам-па-дам. Пам-па-дам, па-дам-па-дам. Все, что нам надо сделать, это грамотно заполнить тишину. Сделаем два акцента. Пам-па-дам, соль-мажор. Па-дам-па-дам, до-мажор. Пам-па-дам, фа. Па-дам-па-дам. Повторяем все то же самое. Пам-па-дам, па-да-да-дам. Па-да-дам, па-да-да-дам. Можете заполнять так, как в вашей душе угодно. Главное, вовремя дайте песне дышать. Это просто закон сегодняшнего урока. Для тех, кто уже понял коварный замысел, давайте слова посмотрим. И пойдем на припев. В припеве будет чуть по-другому. Там можно на каждую долю играть. И можно вставлять еще. А можно с восьмерочкой. Да? У вас в руках ключ к исполнению песни. Битлз, желтая подводная лодка. Ну, а давайте теперь посмотрим, как это звучит в ансамбле. Моё море, теразон, жил отварный мореход. И рассказывал о нем каждый день и круглый год. Моё море вдоль, и солнце свет, и зеленая волна. Моё море, теразон, жил отварный мореход. Только под водой, только под водой. Над водой все страдают ерундой. Всякая ерундой, точная ерундой. Ура! Всем спасибо за внимание. У нас был джем какой-то. Угу, джем. Не теряйте времени, а не то, оно на вас обидится. Гитара расстроится, лето закончится от уксуса. Куксится, от корчицы огорчаются. История Владимира Высоцкого об убеженном времени. Кстати, из какой пластинки? Пойдите и погуглите. Пойдите и погуглите, и что-нибудь найдете. Вполне для вас полезное, чтобы летом поиграть. Жизнь нормально.